Приветствую всех, кто смотрит, это Кот, это Рим 2 Total War, легендарный уровень сложности, война против всех за Рим Юлиев. И я напал на флот Когти Океана, блин, надо было раньше, наверное, на них нападать, хотя... Мне тогда бы ещё пришлось сражаться с гарнизонным флотом, который вообще неблагодарное занятие выносить, он, блин, восстанавливается каждый ход. Ну, они поднабрали тут говна себе, у них есть одна дальнобойная Пентера, а на город очень неприятно, ну и плюс в довесок целый стэк грузовых кораблей. Ну что, буду всё это дело топить, встретимся на море. Так, я немножко поставил свои корабли со смещением вправо, полководца тоже немножко подальше поставлю. Почему со смещением вправо? Потому что на глобальной карте грузовики могут вот здесь, с этой стороны, появиться. Могут сзади, это было бы идеально, если бы они сзади появились, могут здесь появиться. Если они появятся здесь, то это вообще, короче, косяк. Нет, они сзади появились, это идеальный вариант. Я расстреливаю большие кораблики, потому что маленькие я просто затараню, когда они поближе подойдут. Плюс, естественно, мне нужно, блин, в первую очередь анагру потопить. Но, падла, я надеюсь всё-таки затопить пару вот этих кораблей, а потом уже по анагру стрелять. Так, он попал, сука, блядь. Он попадает сразу, блядь, вот мразь. Так, этот готов, отлично. Здесь я отправляю на таран. Этих стреляю. Эти на таран. Эти стреляю. Так, тут не сработал таран, но я здесь ещё раз отправлю, и ты стреляй, пожалуйста, по грёбаному анагру. Все стреляем по анагру. Давай-давай, родной, давай. Что там у тебя не получилось-то? Вот, вот так, другое дело. Отлично, всё, с флотом разобрался, господи. Остальное я всё вырезаю, потому что убить грёбанный грузовой флот вообще не состоит труда никакого. Без каких-либо проблем, все утонули. Ни одного корабля я не потерял. По людям я только четыре человека потерял. Потому что почему-то не прошёл таран по одной из гемеол, и она пару залпов выпустила по вот этой вот, как она называется, баллисте моей. Хорошо. Здесь, в общем, мой флот вполне уверенно будет держать оборону Брундизи. Любая херня, которая высадится, будет иметь дело с флотом. Мне нужно немножко Брундизи, конечно, как-то в Великой Греции поднимать порядок. Так, коррупция в обществе, чужой сыновник подкупает правителя этой провинции. Где эта мразь? Покажите мне его. Вот эта гнида. Ага, здесь ещё у меня рабы какие-то. Чё у меня вообще по агентам здесь? Четыре из трёх, семь из трёх, девять из трёх. Воителей очень много. Да, надо мне какого-нибудь воителя отправить вниз, наверное, потому что в натуре мразота будет мне портить настроение. Какого, какого, какого. Этот уже походил. Они все походили уже, да, у меня? А, нет, вот этот не походил. Давай, родной. Ты у меня как раз пойдёшь в Грецию разбираться с этим уродом. И вообще со всеми. Сколько тебе лет, скажи? 48. Нормально, как раз. Возраст самое то, и сила прокачанная, и вообще всё. Поэтому, вот я тебе сразу на будущее сделаю. А, нет, почему? Давай манипуляцию. Вот так. Добежишь. Так. О, я могу вот этого говнюка чпокнуть. А что у меня в кассенте? Минус 34. Если я выйду, минус 41. Нормально. О, хорошо, убью его. А то он начнёт там нападать на меня, там ещё что-то делать. Зачем мне это надо, правильно? Ну, одно восстание подавлено, хорошо. У меня же ещё куча восстаний. И чтобы порядок не пропадал, можно вернуть сиракузы немножечко, да? Да. Отлично. Это, конечно, копейки, но всякое-то получше, чем минус 41. И, кстати говоря, в Брунгизе у меня тут ещё вот эта штука стоит. Опыт всех новых агентов плюс 3. Классно. Ну что, Греция вроде под контролем. Чё у меня вообще по провинциям? Давай посмотрим по порядку. У меня большие проблемы. Италия минус 64. Восстание рабов на следующий ход. Я так правильно понимаю, да? Да. Правильно понимаю. Это может, кстати, в любой из провинций возникнуть. В Риме ли? Риминум у меня вообще пустой. А, нет, у меня не пустой. У меня здесь армия стоит, извините. Вот она. Вольтера может напасть на Вольтеру, рабы. Такие, кстати, нападут, мне кажется. Или Неаполис. Короче, в любом из городов, кроме Риминума, пожалуй, если возникнет армия рабская, то всё, кирдык. Минус 64, это вообще жесть какая-то. Захват минус 35, нестабильность в провинции минус 22, рабы минус 30. Ой, жесть жёсткая. У меня пять ходов будет строиться школа гладиаторов. Блядь, я боюсь, что я даже от рабов хер отобьюсь, если даже на Рим они нападут. Это, блядь, печально, конечно. Очень херово с рабами то, что они на тот же ход нападают. Вот что с рабами самая жопа. Так, здесь Актадуру взяли Норик. И здесь рабы возникли как раз в Норике. Пускай, потому что они будут нападать на него. И, скорее всего, это мне на руку. Конфедерацию бритов надо задержать. Нападение на патруль. Давай вот сюда. Отлично. Ещё и плюс получила, тётка. Это будет сила. 66 лет ей, правда, уже. Прокачайся, старушка. Подкачайся. Ну, это Крит. Ну, пускай здесь и стоит тогда. Так, у меня здесь есть ещё Евтимия. Куда тебя отправить? В густо Треверорум здесь рабов куча. Это пожалуйста, сколько угодно можешь. Блин, да хоть себе его забрать. Это в густо Треверорум. Хотя у меня в Бурсисе стоит армия. Кстати, вот это дело надо снести, не забыть. У меня в Бурсисе стоит армия, которая... Которая захватила ещё один Анагар. Кельский тяжёлый. Класс. Дальность 480. Который может куда-нибудь сбегать. Кого-нибудь ещё грабануть. А кого? В Улефурт. О, я на Улефурт могу напасть. Класс. Это вообще вглубь. Вообще вглубь, вглубь туда уйти. Ладно, это я на крайняк оставлю. Висонтио здесь что-то покоцалось. Кстати, у меня здесь появились когорты легионеров. Построилась Висонтио, поэтому больше рабы сюда не нападут. Если даже нападут, то ничего нехорошего не получится. Ну, у меня... А, просто восстание начнётся в следующий ход. Не восстание рабов, а просто восстание. Это нормально. Это значит, у меня плюс пойдёт даже по порядку. И бракте тоже более-менее. Честно говоря, вот с этой хернёй разобраться довольно сложно. Посмотрите на вот все вот эти вот моменты. Кто, куда, чего, блин, это жесть, конечно. Хранители холмов здесь куда-то бегут. Мне, правда, интересно, вот что они хотят вообще сделать-то. То есть, собственно, им здесь нигде ничего не светит по большому счёту. Абсолютно. Я попробую задержать этого придурка. Попадение на патруль. Это присягнувших тут кучка. А давай вот этих вот, которых больше всего, а не вот этих ещё больше. Отлично. Просто великолепно. Он полностью откритованный. Это вот именно то, что надо вообще. Рвение качает. Тогда вот эту армию, вновь созданную, я передвигаю сюда. Она на следующий ход будет высекать вот этих ублюдков. Э! Фу, блядь, я чуть не испугался, думал, я не смогу найти ничего. О, а чё я здесь? Странно. Я не могу здесь легионеров никаких делать. Хм, интересно. Ладно, гладиаторов наймём. Кто у меня покруче будет? Женщины гладиаторы? Просто гладиаторы. Давай просто гладиаторов наймём. У них броня, конечно, говно. Ну, может, размножаться будут. Найму двух мужиков и одну тётку. Это же нормально? Ну, вообще, это же возможно, так скажем. Два мужика и тётка. Правильно? Вот. Я думаю, мне этого хватит, чтобы убить вот этих ублюдков. Так, теперь тут чё тут? А кто-то дуру я не трогаю. Здесь, я думаю, оно само всё рассосётся. Единственное, что вот это вот... Вот этого воителя можно попробовать заманипулировать. Переманить не получилось, но хоть задержал. Здесь у меня есть ещё воитель. Тоже попробуем манипуляцию сделать. Агентов много не бывает. Блядь. Агентов много не бывает, но их бывает меньше, так скажем. Что сейчас и произошло. Давай попробуем всё-таки рабов-то этих задержать. Чтоб они тут не носились. Отлично. Рабы задержаны чуть-чуть. Ну, по крайней мере, не убегут никуда. Далеко. Ещё рабы возникнут, это точно. Блин, мне больше всего, конечно, Италия волнует. Всё остальное вот это вот, то, что там наверху, мне это пофигу абсолютно. Да, пожалуй, мне не стоит идти к Тулефурду. Пожалуй. Потому что... Ну, это как бы не поспособствует тому, что я... Буду земли свои удерживать. Поэтому мне лучше, пожалуй, вернуться. Давай-ка я возьму, включу быстрый марш и до Весонтио добегу. Вот так, да. То есть, Агусто Треверором и Убурсис, мне наплевать абсолютно, что с ними будет. Вот. А вот Весонтио, Бибракто, Ценобум, вот эти вот вещи я бы оставил себе. Плюс не метацену, надо уже потихоньку забирать. Так, Легион Хиспана. Сюда надо немножечко добавить войск. Это будет 17, 18, 19, 20. Вот так. И Легион Хиспана будет выдвигаться дальше. Ну, давай я, короче, дойду вот до сюда, наверное. Лучше до моста. А, если вдруг на меня кто-то из темноты выскочит, то я буду на мосту обороняться. Ты у нас сюда идешь, а вот этот вот чел... Челка, 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 телка. Надо не метаценный дойдет. С Легонца. Понятно, здесь никого. Ну, тогда идем на военную разведку, чтобы никто не запалил меня. В Ценобуме стоим. Не шувелимся. В Бибракте можно потом будет что-нибудь построить. Вообще, насчет построек, конечно, блин, не хватает. Не хватает реально денег. Ой, нет, не сюда. Но, как говорится, а что делать? Хер ли остается делать. Пам-пам-пам-пам. У меня здесь очень много агентов. Очень много агентов. Но... Уже не осталось целей, как говорится. Кого... Кого, собственно, этими агентами щупать. Давай я особо не буду тратить остатки. Эту тетку тоже отправлю вниз. На случай, если там появятся какие-нибудь рабы там и всякая херня. Тебя наоборот наверх, блин. Не знаю, зачем я это все делаю. Кто-нибудь еще не походил? Горация Валюс. А, ну да, ну мои ребята, которые... Так, вот это вот на самом деле бессмысленно дергать. Он из Паритония никуда не денется. Если денется, то я заберу Паритоний. Я опять разграблю. 65 лет, тетке. Крит. Прокачаем. И... Давай еще больше конфедерацию галлов щелкнем. Вообще замечательно здесь, блядь. Вообще, посмотрите, пришла целая армия. Золотая, все дела. Городские легионеры. Ага. Все в жопе. Что здесь? Здесь тоже днище сплошное. Так, Трион. Ты у нас получишь... Блин, рост-то уже не нужен. Здесь карались. Правильно, здесь все выросло давно. Ну, давай культуру тогда насаждай. Я не знаю, правда, нахрена. Ну, пускай будет. И что еще по агентам? Смотрите, видите, когда я уже заканчиваю с агентами разбираться, у меня 1200 монет остается. И все. И все. Мемфис у меня отнимут сейчас. Как бы ничего страшного. Кому все и шло. Вот эту штуку хорошо бы поставить, конечно. Чтобы больше денежек получать. Пока денег на это нет. Союзные египетские лучники я могу делать. Союзная египетская пехота. У меня лучники вот эти есть, да? По 93 монетки они стоят. Дешевле, чем мои легионеры. И наемные африканские слоны. И 372. Хереть, конечно. Но зато это очень сильно усиляет мою армию. Мавританика. Вряд ли кто-то нападет на Александрию и обкакается. И у меня здесь восстание рабов начнется. Тоже на следующий ход. Так, у меня осталось 1200. Я думаю, что какие-то постройки делать... Бессмысленно. Давай-ка мы наемом займемся. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять корабликов. Блядь, можно и не так считать на самом деле. Штурмовая когорта легионеров. Ну что? Может быть, начну, наверное, нормальный флот делать. Мне нужно отщелкать уже Британию потихоньку. Я думаю, что флот мне в этом очень сильно поможет. Думаю, все десять единиц здесь будут легионеры. А теперь мне, когда я уже потратил все деньги, последний взгляд сделаем на моей армии. Здесь я ничего не буду делать. Здесь тоже ничего. Атлантический только что. Сиракуза пускай сидит. Легион пускай сидит. Этот тоже своими делами занимается. Этот тоже. Легион первый. Он не может ходить никуда. Этот тоже отходил уже. Претор, ну, настанет твоя когда-нибудь. Твое время. О, кстати, легион Меневрия. Ну, он в Лилибее сидит. Порядок повышает. Пока не буду его трогать. Легион Хиспана. Он у меня на неметацену идет. Все правильно. Туда ему и надо идти. Легион Бибракта. О, кстати, легион Бибракта в Медиалане сидит. Вот. И можно что-нибудь сделать. Что у нас в Потаве? Потаве отстроился, между прочим. Можно забрать Потаве, но... Как бы это не очень... Можно Корию забрать. Я, кстати, не знаю, что там. Да, я дотягиваюсь и до Кории, и до Потаве. Просто тут фишка какая. Медиалан оставлять не хочется. Это вонючки. Они ничего не сделают. Гена, я, блин, их разорвет. Медиалан очень хорошая укрепленная точка. И одним легионом нападать как-то... Надо сначала навести порядок в Испании. В Италии, точнее. И потом уже вместе с первым легионом идти разбираться. Ладно. Пока не будем его трогать. А, ну это, собственно, последний легион. Окей. Проверяю еще раз, со всеми ли война. Да, война со всеми. Конец хода. Я, кстати, не уверен. Это вообще... Да, восстание рабов. Это Египет и Италия. И в Италии, как бы... Сейчас, скорее всего, я... Буду ограблен кем-нибудь. Не вижу пока, где у меня рабы возникли. Но там просто нечем защищаться, к сожалению. Я не могу защитить все четыре города. Это нереально. Египет побежал вниз куда-то. На Мемфис не идет. Ну, может, он другой армии приготовил захват Мемфиса. Я надеюсь, что около Мемфиса рабы возникли. Потому что, если они возникли около Александрии, то я их просто шлепну и все. И они никому навредить не успеют. А я бы хотел, чтобы рабы пошли на искусственный интеллект. Начался грабеж в Египте. Нил. Не думаю, что это проблема для меня. Так, конференция галов подошла немножко. Они нападают на рабов, да? Я надеялся, что рабы чпокнут норик. А их галы разбили. Ну, ладно. Так тоже можно. Вот они корею оставили, по всей видимости. Чего докопались до моего агента? А, нет. Это до поселения. Сейчас немножко чуть-чуть притормозить хочу. Чуть-чуть притормозить. И немножко навести порядок. И чуть-чуть отстроиться. Потому что, ну, тяжело пошло. Там, конечно, в Египте мне особо тормозить не дадут. О! Вот это вот, вот это я хочу от этого избежать. Потому что они задрали. Они как себе домой высаживаются. Поэтому я и строю флот. Ты смотри, мне уже деньги предлагают, блин. За Рим. За мир, блин. Хером по всей морде. В Италии, по-моему, восстание возникло, а не рабы. Или что? Никто не напал на меня. Чего за херня? Я думал сейчас. Августо Треверорум. Восстание рабов. И Мемфис. Восстание рабов. Отлично. Диверсия. Диверсия. Вдругная деятельность. Восстание в Неаполисе. Обычное восстание. Не рабское. Хотя писали, что рабское будет. Трущобы в Мемфисе. Это да. Трущобы Августо Треверорум. Это да. Восстание в Цезальпийской Галлии неминуемых. И Нижней Германии. Цезальпийская Галлия. Восстание рабов. Это где? Около Генуи что ли? Это потому, что налет минус 20 идет вот от этих уебков. Построилась у меня торговец. Колония с гарнизоном. Колония с гарнизоном. Гражданский городок перестроился в Убусе. Или построился наоборот. Карфагеника 0. Ловко. Особенности персонажа. Талли. Так. Мне надо завязывать на самом деле. Мне уже писали, правда, в комментарии. Но жадность. Жадность. Завязывать нас грабежами пока. Чуть-чуть притормозить. Это именно... Это я имею в виду. Чуть-чуть притормозить. Так, не метацена очень хорошо. Сейчас я не метацену забираю. И я ее не буду грабить. Чтобы не влиять на порядок во всех остальных поселениях. Блядь. Ребята. 14 тысяч. Серьезно? 14 кусков. Жадность. Извините. Жадность. Как можно? Как? Тем более, да. Какой нах... Ладно. Короче, не важно. В общем, кидайте в меня камни. Плюйтесь в меня. Я не могу. Нет. 14 кусков. Ну вы что? Обалдели что ли? Не. Я такого не могу стерпеть. Вот здесь Августет Реверором куча рабов. Вот пускай они там носятся. Что хотят делать? Я вот в Висонтео сижу. Мне тут приятно. Вот. Вибрак-то. Цена бум. Вот этих надо убить. Рабов. Бедняга. Сколько он здесь стоит уже? Этих и этих тоже можно садануть. Только кого? Очевидно, самых крутых. Блин, у него там не осталось почти. Ну самое главное, чтобы он никуда не ушел. А, все. Крит. Отлично. Но я вот легионом Коралиса не убью, к сожалению, бритов. Они, падлы, убегут. Давай попробуем с этими разобраться. Где тут присягнувшие? Вот. А ты мудила. Я боюсь, что я не смогу вот этими шестью человечками убить всех тут. Давай попробуем. Если нет, тогда я отступлю и найму наемников. Нормально. Их очень мало, поэтому нормально. Героическое поражение меня не устраивает. Я режим обороны сделаю. Что, не догнать, что ли, теперь его? А ну. Не, норм. 44%. Не знаю, почему так, но пускай так и будет. Ой, да пофиг вообще. Хорош. Вот, чтобы не заморачиваться с этой хернёй и убираю вот эту штуку. Пам-пам-пам. Стратег и боевой дух при наборе конницы. Это всё классно. Лежний бой в сражениях с варварами. Давай-ка мы по масалью спрячемся пока. Чё я здесь могу нанять? А ничего толком. Толком ничего. Только гладиаторов всяких. Кстати, вообще неправильно, блин. На следующий ход надо будет тогда убегать куда-нибудь. Хотя, знаете что? Нахер мне такое счастье вообще вот здесь вот стоять. Вот это вот всё. Просто выполнил свою задачу. Всё, вали отсюда. Вот здесь у меня есть всякие штуки. Я могу нанимать когорты легионеров. Поэтому здесь даже да, даже когорты эвакатов могу нанимать. То есть я могу здесь создать армию и потом уже зажать вот этих ублюдков всех. Он, кстати, может на Бибракту напасть. Так, если чё. А я могу на него напасть. Из Виссонтио. Если захочу. Сейчас я вот этих вот задержу. Только. У них, кстати, в Актадуре порядок пошёл вверх. Вот ублюдки. В Актадуре пошёл вверх порядок. Охереть теперь. И где-то у меня в Италии возник мятеж. Прекрасно. Прекрасно. Латинские мятежники. И у меня плюс пошёл. Отлично просто. Это просто великолепно. Место собраний бахнуть, да? Плюс пять. А это... Давай лучше. Два храма у меня в Италии будет. Один будет Юпитера. Храмчик. Винь надо... Да, я не зря сюда агента прислал. Отлично. Пускай они повышают порядок и в то же время серию тут тоненька. А я продолжаю своё движение к этому ублюдку. Легион Сицилия в Кассентию передвину. Вот так. Почему в Кассентию? Ну, чтобы порядок не портить. В Сиракузах мне бы неплохо было бы нанять тоже Казарму манипулярную всякую херню, чтобы набор нормально вести. Ну, блин. Потому что я хочу вот этот легион тоже уже начинать подкачивать и так далее. Кстати, его бы тоже неплохо было передвинуть потихоньку. Он мне в Лилибее не нужен, а потом вот, короче, таким вот манером буду передвигать между городами, чтобы порядок не портить. Брундизи колония с гарнизоном, гражданское поселение, селение. 24 тысячи у меня. Надо обязательно строительством заняться на этот ход, но как бы строительство строительством, а про основную войну добывать, в смысле, забывать нельзя. Так. Где тут кого-чего? Ну-ка. Вот тебя. Хорошо. Крит. Отлично. Прочные щиты. Под насралом. Давай тогда еще. Сюда же. Отлично. Слушай, они вообще пообсирались там. Мышьяка поналожил в еду. Ёптать. Можно вот сейчас просто из Ариминума выйти и чпокнуть их. Причем у меня плюс идет в Италии. Почему бы нет? Отлично. Я это не буду грабить. Потому что это уже моя провинция. Я не хочу здесь порядок портить. потому я просто оккупирую. У меня и так сейчас здесь начнется, да? Беспредел. Вот так. Что это дает? Скорость исследования плюс 4. Надо же. Удеительно. Ок. вот этого я выдвину, чтобы Македонию задержать. Если вдруг он решит на меня ломануться. Кто? Он ломанется. Крит. Прекрасно. И у меня возникнет беспредел на следующий ход. И это пишет, что это будет восстание рабов. Но это, конечно, еще не факт, что это будет прям восстание рабов. Совсем не факт. Но. Это густо триверорум. Немета цена. Да, я здесь захватил аниметоцену. Давай-ка я дальше проеду, посмотрю, что там. Там ничего. Там ничего. Это кто? Вражеские грузовые суда. Гнида какая. Может здесь всаживаться. Ловчие кокидия конфедерация бритов высадились около намнета. И он, кстати, может дойти до меня. Сучка. Вообще запросто дойдет. И цена бума тоже. Вот этот может только до вибракты дойти, до цена бума он не дойдет. В принципе, легион коралиса я могу отправить в намнет. Единственное, что я набор не могу сделать. секунду. Так, отвлекли. зачем я остановился? А, на том, что бриты. Бриты могут высадиться. Но да, блядь, да что ж такое-то? Секунду. Как обычно, только сядешь поработать, обязательно разбудят. Короче, хочешь не хочешь, мне нужно в намнет уходить. До цена бума не добежит. Не эта гнида, не вот эта. единственная как бы печалька, то, что я набор не могу здесь вести. Ну, кто у меня из наемников есть? Отстой, конечно. Отстой, конечно. Ну, можно следующим образом поступить. Я могу здесь собрать войска. Ну, там из других домов, допустим. Вот. Аликато. возьму подешевле и здесь вести набор. Вот так. Когорту эвакатов. Вот. А потом я просто передам эти войска и уже замучу. У меня по армиям что, да? У меня по армиям еще могу одну армию сделать. Кстати говоря, она мне здесь нужна. Это будет Юли эвакаты. Потому что он сражаться будет о них ухры-мухры. И... Какая нахер когорта орла? Что такое? Почему? Я здесь набор где-то веду, что ли? Где? А, это одна и та же. Господи, это одна и та же провинция. Вот засада. Ну ладно, хорошо, стой. Стой, не дергайся. Ну как не дергайся? Это Ванечка нападет сейчас. Давай вот так. Поможет? Нет. О, вы в режиме обороны? У меня там прачники, да? Убежал. Ну, убежал, убежал, но... А, я его догонюсь все равно. Хе-хе. Вот так. Хорошо, с этим разрулили более-менее. Хераси, это что такое? Здорово. Тяжесть. Ох ты. И еще больше тактик. Это кто такой? Ригил. Это наш, наш говнюк. Так, я его назначу за 1600. Деньги пока есть. Пускай крутой дядька будет. С этими ублюдками что делать? Я хотел извессонть его, может быть, напасть, но не получается. Вот эти ребята, они у меня на крите, поэтому ничего страшного. Актадур я могу чпокнуть из Медиалана на самом деле, но мне нужно сначала посмотреть, что там происходит. В Кории. В Кории какая-то вонючка сидит, надо его задержать на всякий случай. Вдруг он достаточно силен, чтобы напасть на Медиалан. Это навряд ли, конечно. Из Медиалана я могу выскочить, потому что никто ему не угрожает особо. Я могу убить вот этих рабов. Могу Актадур напасть. Плюс в Медиалане у меня, я так понимаю, возникнет восстание рабов. Да. А это Гена. Блядь, что такое? Это Гена. это Потавий. Потавий я не переживаю, Медиалан тоже выдержит. Вот Гена не выдержит. К сожалению. Тогда я убиваю вот этих уебков. И сюда, сука. Да, да, да. Вот. Но все равно восстание на следующий ход. Оп. Но я прячусь в Гену, как бы, то есть вот эти ублюдки могут напасть на Медиалан. Но у меня тут есть парочку агентов. Должно быть. Нету? Блядь. Никто не дойдет. У них целая практически армия. Зараза. Этот у меня походил, этот походил. Этот не дотягивается. Эти оба два. Блин. Что-то я не подумал. Так, секунду. Семь легионеров. Да нет, семь легионеров должны выдержать, по идее. Вот эту всю херню силачи сабази. Должны выдержать. И плюс я еще могу сюда пристать. Все-таки еще одного последнего. Оп. Вот так. Плюс еще парочку. Вот так. Знаете, чтобы догнать всех. Я их все равно сформирую, поэтому пускай здесь стоят чисто для защиты. То есть у меня сейчас в каждом городе этого, этой провинции, этой запиской Галии есть войска. Здесь у меня идет плюс, а эти вряд ли проатакуют, потому что они, во-первых, дохлые, во-вторых, в Неаполисе есть какой-никакой гарнизон. К тому же я их траванул. Все равно, конечно, сакаши не камильфо. У меня еще 11 тысяч есть. Я еще ни черта не строил, абсолютно. Кстати, мне здесь вот вы не нужны абсолютно, потому что толку от вас нет. Давай-ка я попробую на всякий случай задержать и бахнуть еще их, чтобы надежнее было. блядь. Следующий. Покажи, как это надо делать. Давай. Вот. Вот то-то же. Отлично. Отлично. То есть вот на этот раз точно он никуда не нападет. Халявный порядок. Это что? Содержание армии. Класс, конечно. Только пока я не могу никуда его засунуть. Слушай, она, короче, достала меня, реально. Сейчас, секунду. Ой, капец. Короче, где еще что? Давай посмотрим. Еще тетка. Продолжаю троллить. Хотя на их, на их земле, наверное, это бессмысленно, потому что они как бы здесь восстановление получают. поэтому я, верну сюда. О. Привет. Не буду я его трогать, потому что они здесь все равно получают восстановление. И это немножко бессмысленно их здесь травить. Это что? Это рабы. Это, пожалуйста, сколько угодно. И по поводу агентов практически все, да? Нет, еще вот этот гражданин. Я постоянно его забываю, что ли, поставить на пассивку, понять не могу. Легион первой Италика получает навык. очередной Легион Хиспана получает. Это нет, это правитель получил ночные атаки у меня. Отлично. И в целом как у нас тут? Более-менее. О, а здесь что? Здесь они флот новый наняли. Но я не буду их атаковать, нахер. А это что такое? Вражеский флот. О, слушай, он на ремину может напасть так-то. Сколько у меня в реминуме? Ага, не очень. Гроза Марии, блядь. Может, может, сука. Давай я в реминуме тогда флот наберу. Полководцев нету, блядь. Я их всех потратил. Да что ты будешь делать, а? Вот никуда, блядь. так. 9000 у меня. Давай-ка, надо заняться немножечко экономикой. Чуть-чуть самую малость. Блядь, конечно, тяжело, когда столько провинций, это тяжело, реально. Карфагеника. Так, и 8. Это что? Гражданский городок, гражданское поселение второго уровня. Вот, давай, третьего уровня бахнем. Так, так, и все, деньги кончились, да? Прекрасно. Короче, со всеми война. Да, со всеми война, конец хода. Давай, смотрим, чей накосячил, пока мне, блядь, звонили. Восстание рабов, раз, два. Два восстания рабов. Это, наверное, а нет, вот, около Гену и возникло. Восстание рабов. Он на Вольтеру может напасть, несмотря на то, что он возник в этой провинции. Так, начался по флоту какой-то зондаш у египтян. А, нет, это они в своей, около Александрии плавают. Ну, пускай. Причем, он боится меня, да, держится подальше. На удивление. Они все меня боятся, поэтому лазят по пустыне туда-сюда. Ну, кто-нибудь нападет или только рабы могут со мной сражаться? Да нет, что-то они вообще как-то... Конферация Галлов что-то мутит там агентиками своими. Вот тут ту армию я задержал. давай-давай-давай-давай уже, давай, господи, что ты там, дед-пердед, возишься? Еще один. К агенту моему пристает. На, получил козлина, бля, тот же. К бурсису идет. Это, пожалуйста, забирай. Я его специально там тебе оставил. Угу. Две армии, да? Бритских. И еще какая-то херня там плавает. Надо уже, короче, Британию немножко троллить, потому что они, этот гребаный авианосец постоянно будет посылать ко мне своих ковняков. С верой такой, что я его не достану. Ага. Тем более, мне по условиям военной победы Британию нужно захватить. Норик очнулся. Нападет он Сактадура, интересно? Ну, вряд ли там у меня за стенами все-таки войска сидят наемнические. Вот рабы. Так, рабы. На Августа Треверорум напал. Это мне вообще пофигу, это забирай. Не интересно. Специально для тебя держал. Это у меня в Египте, это тоже пожалуйста и иди дальше куда-нибудь грабить Египет. Ага, ну да, конечно. На Александрию он напал. Ага, сейчас. А это что такое? Вот я не знаю, что такое, но здесь тебе уже ничего не светит. Это походу он напал на гарнизон хороший, да, где у меня Висонтьева или что-то вроде того. Вали отсюда. Да, Висонтьева. А этот на Александрию напал, я и поверить не могу. Но этот труп тебе надо было идти на египтян не на египтян меня. Уж так оно бессмысленно абсолютно. Сдох просто и все. Все? Да, кто-то там вернулся домой из тех, кого я нанимал противник ранен. Да, 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 да. Писалось вторжение, еще кто-то высадился. Еще два восстания рабов. Все. Что-то построилось. Ладно, на этом я закончу, потому что меня уже затроллили по телефону. Серия такая сумбурная получилась, поэтому всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот, это Рим 2 Тоталор, легендарные сложности, война против всех и никому никакого мира. Всем пока.